Вот не знаешь, кому уже верить, честное слово, на днях в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время, возможно, российских пенсионеров начнут проверять на предмет получения ими дополнительных доходов. Связано это с какими-то там надбавками для определенных групп, на которые люди смогут рассчитывать в 2021 году. Однако, поскольку в ПФР образовался дефицит средств, в смысле денег нет, но мы держимся, потребовались причины для вежливого отказа, как я понимаю, и вот, повторюсь, собрались якобы они пенсионеров с визиционным проверить, ну вдруг кто-то квартиру сдает втихаря или там укропом торгуют на остановке, а это уже доп. доход и таким надбавки-то не положены. Разумеется, данная новость тут же облетела страну, наделала много шума и, о чудо, зашевелились депутаты от Единой России, которые как начали эту историю опровергать уже на следующий день. «Граждане!» – закричал парламентарий Исаев. «Вас обманывают! Не верьте, это все происки врагов!» Хочется сказать, господин Исаев, да мы бы и рады не верить, просто наученный горьким опытом, ну так получилось. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет». «Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день». «Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. За пять лет мы должны построить в России не менее тысячи школ». Хотя допускаю, что история эта могла быть и пиар-ходом для теряющего позиции ядра. Не секрет, что в сентябре 2021 года Россия пойдет избирать новый состав Госдумы. А судя по опросам, у партии реальных дел позиции достаточно шаткие. Но они ведь опять хотят процентов 50-70. Поэтому придумывают такие вот дурилки. Сперва дезинформируют население, а потом спасителя присылают. Мол, что это такое, не позволим. В надежде, что народ-то у нас глуповат. Глядишь, поведутся людишки. Впрочем, это только мое предположение, не более. Начинаем. На Урал вас приглашаю в Свердловскую область. Точнее, буквально на прошлой неделе рассказывал о довыборах в Екатеринбургскую гордуму. О единороссах с говорящими и смешными фамилиями, которые в эту думу пытались пролезть. Внимание. Блин, вот и смех и грех, друзья. У этих даже фамилии говорящие я имею в виду, конечно же, у представителей нашей любимой партии власти, Единой России. Еще более ржачной выглядит другая ситуация. Обратите внимание, вот молодцы ритуальщики, которые свою рекламу чуть ниже прилепили. Если в целом посмотреть на эту картинку, это будет вообще укатайка. На самом деле это был просто троллинг, потому что человек, ну, не виноват в своей фамилии. В действительности же хотел сказать о другом. Вот эти вот довыборы, они, знаете, в очередной раз показали, насколько русскому человеку пофиг на происходящее вокруг процессы. Впервые, наверное, за последние много лет у екатеринбуржцев появилась возможность лишить ядросов большинства в местном парламенте. Сама судьба дала людям такой шанс. Дело в том, что один депутат там умерла, другого, как это часто случается с представителем партии власти, посадили за коррупцию. В итоге Единая Россия потеряла в весе, а поскольку в муниципальные заксобрания избираются одномандатники, просто передать место кому-то следующему из списка было невозможно. И вот у моих земляков образовалась, еще раз повторяюсь, возможность изменить расклад, то есть ходить проголосовать за любого другого кандидата от любой другой партии. Что сделали люди, а ничего они не сделали. Они предпочли остаться дома, явка в итоге составила 10% всего. В основном на участке, как обычно, припинали рабов-бюджетников, вуаля. Единая Россия вернула себе оба утраченных кресла, причем ребята делали все, чтобы эти кресла вернуть. Скажите, пожалуйста, вы на голосование, правильно? Вам деньги пообещали за это? Нет. Что вы за списки? Скажите, пожалуйста, сними, 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 сними. На месте стоим, ждем на полицию. А Ваня спал. Ну и давайте я расскажу вам, что же на этот раз Ваня проспал. А все очень просто. Через два года в Свердловском области будут избирать губернатора. В 2017-м за этот пост очень хотел побороться. Тогда еще глава Екатеринбурга, популярный Евгений Ройзман, и он бы выиграл. Если бы не один маленький нюанс, Ройзмана тупо не допустили до участия даже в регистрации в качестве кандидата. По закону, человеку, желающему баллотироваться на губернаторский пост, необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр. На понятном языке претенденту нужно собрать энное количество подписей вот этих вот самых мелких муниципальных депутатов. Ройзман их просто не собрал. Все. У меня не получилось участвовать в этой губернаторской кампании. Шансов нет никаких больше. У меня не получилось пройти муниципальный фильтр. Мы сделали все возможное. И вот людям дали шанс, дали возможность сделать так, чтобы на этот раз через два года их кандидат смог пройти тот долбанный муниципальный фильтр и все-таки принял участие в выборах губернатора. Они же так об этом мечтали. Нафига, Казебаян? Мы дома поспим посильнее. Вот только помяните мое слово. Такие потом первыми начнут верещать. Ой, моего кандидата опять не допустили. Мерзавцы. Да это ты его не допустил. Ты и только ты. Вот я сходил, проголосовал, потратил 15 минут всего. Ты чем был занят? Вот настолько, что не выкрыл такого ничтожного количества времени. Смотрел какой-нибудь тупой сериал. Пиво глушил под футбик. И не ври сейчас, будто ты не знала до выборов. В каждом подъезде, в каждом лифте, листовки с информацией об этом висели. Не ври сейчас, будто ты что-то там бойкотировал. Потому что от твоего бойкота один вред. Это даже идиоты уже поняли. Ты можешь сколько угодно не признавать этого теперь уже депутата Швалева. Но жить по законам, которые он будет принимать, тебе придется. И кандидата в губернаторе твоего через два года этот Швалев точно так же отфутболит и будет прав. Потому что за все в жизни приходится платить и за свою тупость тоже. Так что будущие губернаторские выборы на этот раз прокакал ты сам. Даже не смей обвинять воным кого-то другого. Это реальная журналистика. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга, нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки, кто сколько сможет. Четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. Вот специально решил эту программу для безголовых бойкотеров сделать, которые обожают орать. Зато мы не признаем эту власть. Зато мы не считаем ее легитимной. Давайте на Хабаровск поглядим, где абсолютно незаконно взяли и убрали неудобного губернатора. А вместо него посадили не пойми кого. Вот все на свете законы нарушили. В первый раз, когда наплевали на выбор жителей Красня, фургало второй, когда даже не попытались объявить о внеочередных выборах. Что, кстати, обязаны были сделать, поскольку высшее должностное лицо в регионах России занимает свой пост только через прямое голосование. Ни президент, ни даже, Господь Бог, не вправе этих самых губернаторов назначать. И вот люди там ходят, протестуют. Уже полгода вопрос. Кому-то до этого есть дело? Да, говорит Дегтярев, меня никто не избирал, но мне на это наплевать с высокой колокольни. Вот, говорят, Дегтярев, тут мы его не выбирали. Извините, я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ Российской Федерации на выборах и отдал ему власть на срок определенной конституции. Поэтому признаешь ты там чью-то легитимность или не признаешь, да засунь ты себе это свое. Не признаю, знаешь куда? Ага, и поглубже. Согласен, кто-то сейчас может справедливо заметить, ну и на кой тогда вообще смысл ходить на выборы, сам же говоришь. Захотели, убрали того, за кого народ проголосовал и наплевали на мнение людей. А я вам отвечу, какой смысл, а лучше даже покажу. Но все-таки знай, ты не один. Ты не один. Да, ради этого. Чтобы стать гражданским обществом, надо этим самым гражданским обществом себя почувствовать. И они чувствуют, эти люди. На пальцах давайте. О том, что на выборах два года назад большинство хабаровчан поддержали фургала. До июля текущего года они знали лишь чьих-то слов. Кто-то им так сказал. И вот сейчас человек идет в колонне. И этот человек ощущает тонное физически. Рядом с ним идут десятки тысяч таких же. Каждого можно пощупать. Он понимает, что он не один, а еще теперь он точно знает. За фургала тогда действительно проголосовало большинство его земляков. Ему уже невозможно будет наврать. Мол, по итогам очередного голосования Единая Россия получила 70% голосов. Да не проглотит он уже этого. Не купится на такую туфту. Какие 70% нас вчера на акции протеста только 100 тысяч было? Откуда у ядра такие показатели? А теперь представьте, если то же самое смогут прочувствовать жители Екатеринбурга. Жители Москвы, жители Самары и так далее именно прочувствовать. То есть сходили на выборы. Отдали свои голоса за какую-нибудь условную КПРФ. Им за те продано свистели, что у ядра все равно большинство мандатов. Но выйдя на улицу, избиратель в том же ЕКБ увидит это не так. А вот и толпы его единомышленников тут же. Друзья, я всегда был противником утверждения о том, что мог умный учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Да не работает это, потому что на своих ошибках всегда доходчивее. Ты никогда не поймешь, что такое боль до тех пор, пока сам эту боль не почувствуешь. Ты никогда не поймешь, что такое потеря, пока не потеряешь сам. Ты не поймешь, что такое любовь, пока сам не полюбишь. Так и с гражданским обществом. Чтобы стать этим самым гражданским обществом, нужно почувствовать себя его частью. Выйти, взяться всем вместе за руки только тогда до нас что-то дойдет. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш второй YouTube канал. Сегодня там выходят ежедневные новости. В обозримом будущем планируем сделать его основным. Возможно, это, к сожалению, необходимость. Известные и крупные YouTube каналы в сети начали цензурировать. Поэтому в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok